Запись началась. Елена Семенович, добрый день. Добрый день, Владимир Васильевич. Так, пропало видео. У меня все нормально. Видео появилось, отлично. Отлично. Елена Семенович, я предлагаю начать с чего? Давайте представьтесь, кто вы, ваша должность. Я руководитель Федерации шахмат города Краснодара. Федерация у нас основана в 1994 году. Вот 27 лет федерация существует. И надеюсь, что будет существовать еще очень и очень долго. Фамилия и имя отчество? Купольяны Георгий Семенович. Какого года рождения, Сергей Александрович? В 1959 году родился в Краснодаре. Всю свою жизнь прожил в Краснодаре. То есть коренной краснодарец. Понятно. Елена Семенович, как вы оказались в шахматах в городе Краснодаре? Ваша история? Моя история. Жил во дворе, много было соседей. И был один дядя Саша такой. Вот он любил играть в шахматы. И вот он приходил где-то в 7 часов вечера с работы. И мы с ним до 12 часов ночи гоняли в шахматы. Вот так я научился играть. Сначала проигрывал, потом выигрывал. А потом записался в Краевой дворец пионеров. Мне было 13 лет, поздновато. Но вот так начал заниматься у Спирина Александр Матвеевич. Был такой тренер, чемпион Кубани двукратный. Вот так я научился играть. И вошел в шахматный мир. Еще раз. Это какой год, Юрий Васильевич? Это 1973 год. Сразу поехал в Новороссийск на чемпионат Края. Я-то играл уже хорошо, но не знал дебютов. Ну, так практически играл. Занял третье место. Прекрасно. Играл в решающую партию. Очень плакал, помню. Рыдал. Ну, потом успокоился. В общем, остался в шахматах. То есть выступали за город Краснодар. Да, да, да. За команду Краснодара. В 1973 году. Да. Ну, тогда, наверное, такой вопрос задам. А что такое шахматы в 1973 году в городе Краснодаре, в Краснодарском крае? Вот как вы их оцениваете? Я оцениваю на четверку. Шахматы были. Но не было лидера, не было теоретиков. И вот когда начался шахматный бум в 1978 году, в 1978 году, была поставлена абсолютно правильная задача пригласить сильных шахматистов, чтобы создать школу. Были шахматисты, были кандидаты мастера спорта. По нынешним временам, я думаю, они были бы мастерами. Тогда просто было очень трудно выполнить мастера. Там надо было в финал России попасть. Я сейчас уже не помню. Но Ивлев Валентин Иванович очень здорово играл. Но вот так мастерами они и не стали. А когда пригласили Цишковского, Аверкина, Сафирова, Асачука, Алексея Петровича, тогда начали появляться уже профессиональные шахматы. И Сережа Тевяков в то время расцвел. Позднее Владимир Кравник, наш чемпион мира. Татьяна Степовая. Ну и много других мастеров спорта. Ивлев Семенович, а кто пригласил? Кто решил таким образом? Первый секретарь крайкома партии Медунов Сергей Федорович. Он открыл шахматный клуб, пригласил Карпова. Шахматный клуб на постовой? Да, это был тогда шахматный клуб 14 апреля 1980 года. Я был студентом Кубанского госуниверситета. Нас всех посадили в автобус, специально автобус. И мы поехали на открытие городского шахматного клуба. Краснодар, постовая 59. Тогда я впервые увидел Севастьянова, космонавта, президента Федерации шахмат Советского Союза, нашего чемпиона мира. Ну, достаточно близко. Конечно, так подойти нам не давали, совсем близко. Ну, видел, как они открывали шахматный клуб. И, в общем, участвовал в этом мероприятии, чем очень горжусь и с удовольствием вспоминаю. А кто еще открывал, Андрей Семенович? Медунов Сергей Федорович, Севастьянов Виталий, по-моему, Александрович, я сейчас не помню. И, конечно, Карпов Анатолий Евгеньевич. И тогда был семилетний Тивяков, которого там Карпов обнимал, ну, как будущую звезду. Он тоже находился в шахматном клубе. Тогда Сергею было семь лет. Таким образом, впервые в истории Красноярского края получился такой самостоятельный шахматный клуб, шахматная школа, правильно я понимаю? Да. Или были крутишки? Был совсем маленький клуб, Красноярского края 68, но это даже не клуб, это была комната, так сказать. А вот такой городской шахматный клуб, ну, сейчас, может, он выглядит скромно, но по тем временам это было событие. И в 78-м году постановление Крайкома партии было о развитии шахмат, и в каждой школе, в каждом детском садике, на каждом заводе начали создаваться шахматные клубы, небольшие шахматные клубы. И даже завод РИП освоил применение, изготовление магнитных шахматных досок. Там специально штампы изготовили. Вы, наверное, тоже помните, большие такие железные доски. 45 рублей они стоили по тем временам. И, в общем-то, ну, фактически обязывали всех директоров, кто не понимал добровольно, там, ну, тогда невозможно было сказать, я против шахмата. Вот эта карьера у человека сразу заканчивалась. И Саркисов Георгий Ситракович, он возглавил тогда эту работу, это движение. Вот. И поэтому, конечно, шахматный бум был очень большой. А Саркисов на тот период был директор клуба, директор школы? Он был председателем Федерации шахмат Коснодарского края и директор городского шахматного клуба. Да, Саркисов у нас легендарная личность. Да, ему исполняется 100 лет на будущий год, в феврале месяце. 11 февраля, вот мы сейчас отыщем его могилу. Наверное, уже родственников, к сожалению, нет. Внук Тигран где-то есть. Ну, найдем его и проведем хороший турнир, потому что как раз 100 лет исполняется Саркисов. Но Саркисов не местный, по-моему. Он из Баку, он сам из Баку. Вот, волей судьбы оказался в Краснодаре, и молодец. Он так и власть быстренько взял в свои руки. Систематизировал всех шахматистов. То есть картотики появились, а то никто не знал, какой у него разряд. Ну, так, подтвержденный разряд, неподтвержденный, никто толком не знал. Он все это систематизировал. Конечно, молодец и внес очень большой вклад. То есть мы можем сказать, что системно шахматы появились в 78-м году в Краснодарском крае? Да, ну, ничто не возникает из ничего. Поэтому говорить о том, что ничего не было, сразу возникло. Но когда первое лицо в крае ставит задачу создать шахматный мир, более глубокий, более сильный, то, конечно, и правильно было сделано. Сначала была массовость, а наиболее талантливых подхватывали вот наши великие Ио Веркин, Оресь Николаевич, Шковский, Виталий Валерьевич. Очень сильные теоретики. Потому что без теории в то время играли, ну, как говорили, в собственном соку. А Веркин у нас приехал откуда? Он в последний раз в Молдавии. Он везде побывал. Последний раз он приехал... Ну, со Веркиным я особенно дружил. Мы были соседи в Комсомольском районе и в гостях. Я у него был, он у меня. То есть отношения были хорошие. Вот, к сожалению, в один год они слишком рано от нас ушли. И, конечно, потеря большая. Не только как людей мы потеряли, но и как теоретиков, сильных шахматистов. Мне Холмов говорил, вот если бы у меня был бы Аверкин, Холмов, когда приезжал в Краснодар, Ратмир Дмитриевич, вот если бы был бы Аверкин, я бы, может быть, и чемпионом мира стал. Говорит, не хватало мне вот теоретика, который бы помогал развивать дебюты. Я помню, у нас были сборы в городе Краснодаре, сборная Края. И Аверкин на две недели читал дебюты. Мы с ним работали, я считаю, такой существенный вклад в развитие шахмата. Он же Спасскому помогал в 73-м году. Аверкин помогал Спасскому? Да, в 1900-м году Спасске уже, когда потерял корону шахматную, он на будущий год стал чемпионом СССР. Причем выиграл блестяще. И тогда секундантом был у него Аверкин. Когда Аверкин умер, Спасске соболезнования тоже выразил. То есть, с полгода Аверкин работал. Аверкин умер в каком году? Он умер вместе с Сышковским. Сейчас скажу, в 44-м они родились, в 11-м. Аверкин в апреле, 1 апреля, а Сышковский в конце года уже. Вот вместе в один год они родились, и в один год они, к сожалению, от нас ушли. Но мы их помним, и, конечно, мемориалы будем проводить. Уже проводим. А потом создали университет шахматной культуры. Это когда приезжали в край сильные шахматисты. И мне было поручено, как молодому специалисту, встречать их на самолета, привозить гостиницу, обедать с ними. Они устраивались в гостиницу. И на следующий день я их приводил в шахматный клуб. Поэтому я вот с Авербахом очень хорошо, тесно... Какие годы, Генрия Семенович? Это, сейчас вам скажу, где-то 81-й, 82-й, 83-й. Авербах приезжал, Тайманов приезжал. И особенно вот мы долго общались с Холмовым размером Дмитриевичем. Мы там по Красной гуляли, я ему город показывал. Вот поэтому Балашов Юрий Сергеевич приезжал, автограф даже мне, Дамар Азевич приезжал к нам. То есть в то время, конечно, шахматный бум был очень большой, очень сильный. И результат, его отголоска мы и сейчас слышим. А вот то, что вы... Программа вот шахматы в школах, вот сейчас мы все ее организовали, это, я считаю, второй бум. Это как возрождение того бума. И я уверен, что результаты у нас будут, конечно, повышаться еще раз. То есть появится... Но мы вернемся к тому периоду времени. Цешковский, я, насколько помню, он уже был дважды чемпионом Советского Союза и родом из Омска. Да, да. Также переехал, жил в городе Краснодар. Да, ему дали сразу квартиру на улице Красной. По тем временам шикарная квартира была. А Верхину дали квартиру. То есть Медунов очень в этом плане серьезно работал. Не только приглашал, там, приезжайте к нам, но создавал такие условия, чтобы им было выгодно приехать в Краснодар. Да, он уже был двукратный чемпион СССР в Киеве и в Тбилиси, по-моему. Я сейчас года не помню, 81-й, по-моему. 78-й, 81-й, да. А Осачок был у него секундант. Ну, помогал как мог. Конечно, в Цешковке посильнее играл, но Осачок сильный организатор был, и он помогал ему. А что касается Сафирова, Сан Саныча? Ну, Сан Саныча, к сожалению, мы потеряли в прошлом году, были на его похоронах. Вот в период пандемии, к сожалению, мало было людей, но мы помогли финансово. Сафиров приехал в 81-м году и сразу стал замдиректора спортивной школы. Ивлев был директор, а Сафиров был заместитель. Очень много внес в развитие шахмат, он очень много... Павла Трегубова, нашего гроссмейстера, он фактически воспитал... Я был свидетелем, как он с ним занимался. Много он подготовил мастеров спорта, очень сильный теоретик, очень сильный организатор. К сожалению, в прошлом году... Опять-таки, рано он от нас ушел. Сафиров, Сан Саныч, откуда приехал? Он приехал в Рязанскую область, в поселок Шилово, Рязанскую область. Его отец священник православный и похоронен прямо на территории церкви. И он тоже должен был быть священником. То есть отец хотел, чтобы он стал священником. Но там что-то не сложилось, и вот он стал сильным... Международный мастер. Международный мастер. Мастер спорта СССР. А, мастер спорта СССР. Это еще сложнее в то время было, чем международный мастер. Мы это знаем. Юрий Семенович, но мы знаем, что еще Тигран Петросян приезжал в Ростановский крае. Он приезжал в Славянск-на-Кубани. Я его не видел. Даже вот проездом он сразу в Славянск-на-Кубани. Ну, рассказывали, что очень тонкое чувство юмора. Все, кто с ним общался, постоянно шутит, смеется, очень жизнерадостный. И открывал дворец шахмат в Славянск-на-Кубани. Это какой год? 81-й. 1971-й. Январь месяц. Ну, вот он за три года до смерти вот он успел приехать. Мы очень рады, что и Карпов у нас был, и Кравник наш, чемпион мира. То есть, три чемпиона мира. Ну, один наш родной из Торпцы, а два бывали в Краснодаре. В своей книге Карпов вспоминает очень тепло вот приезд в Краснодар 14 апреля 1980-го года. Хорошо. Как ваша судьба сложила в шахматах, Илья Васильевич? Потому что вы же в 94-м году стали председателем или руководителем или президентом Федерации шахмат города Краснодара. Как вы к этому пришли? Как так получилось? Да, получилось. В 83-м году я, как молодой специалист, встретил Валентина Ивановича Ивлева, директора школы, на кооперативном рынке чисто случайно. Он говорит, о, а ты чем занимаешься? Я закончил Кубанский госуниверситет, работаю в школе математиком. Он говорит, а ты не хочешь на шахматы прийти? Будешь получать в два раза больше и, как говорится, попроще, чем в школе работать. Я говорю, ну, давайте. И вот 1 сентября 83-го года он мне дал полторы ставки, это 150 рублей, и направил меня в школы. Не в сам шахматный клуб, а в Комсомольском районе. А потом он через год мне говорит, Сафирова, ты знаешь, у нас есть ставка инструктора в шахматном клубе, ты не хочешь перейти, а полставки сохранишь в Комсомольском. Я долго очень думал, но потом в последний момент сказал, хорошо, я, хоть мне далеко ездить, ну, на работу, а там в Комсомольском все было под боку. Я вот стал инструктором шахматного клуба, а через год ушел директор шахматного клуба, и меня, как молодого специалиста, мне было 26 лет, назначили директором шахматного клуба. Не школы, а клуба. Ну, когда ты директор, тебе приезжает и первый секретарь райкома партии, тебе звонит и председатель госпорткомитета, и так потихоньку, потихоньку, я с Верой Федоровной Галушко, она сейчас председатель, думаю, хорошо познакомился, с Евлановым, тогда познакомился, ну, в общем, где-то 26 лет я стал заведующим шахматного клуба. У меня не было печати, тогда это, ну, я был как бригадир, ну, заведующим клубом, там у меня подчинение было 15 человек. И это очень важно, когда ты в молодом возрасте начинаешь руководить, ты потом лучше все это воспринимаешь. Вот, потом я был директором шахматной школы, два раза исполнял обязанности, а потом, да, а потом стал директором, два года работал директором шахматной школы. Это какие годы? Эдуард Алексеевич был моим заместителем. Игорь Васильевич, какие года? Года, ну, совсем недавние, 2010-й где-то вот так. А потом я ушел, я ушел теперь полностью на общественную работу, честно говоря, особо не жалею, потому что я так больше у меня времени, когда ты работаешь директором, там еще хозяйственная работа, очень много сил отнимаешь, ты не думаешь, а вот больше как функционер. А сейчас я совершенно не жалею, что я полностью занят общественной работой, как-то шире начал, глубже смотреть на развитие шахмат. А Эдуард Алексеевич сейчас у нас директор шахматной школы номер 7. А правильно я понимаю, что в Советском Союзе на руководящей должности беспартийных не брали? То есть вы были член партии? Нет, совершенно правильно, но специально в виде исключения, чтобы показать, что вот не только коммунистом надо быть, вот меня поставили на работу, ну, тем более я там был, у меня не было печати, я не был юридическим лицом, я подчинялся высостоящим организациям, я был как бы заведующим клубом, ну, да, были у меня в оперативном подчинении люди, но я не был директором там завода, а что касается директор завода, директор школы, почти всегда, 95%, вы правильно говорите, были коммунистами. Ну, мы предлагаем вступить, предлагаем. Но комсомольцом были, а куда одеваться, в пионере, комсомолье, был, да, там не спрашивали, хочешь, не хочешь, а в партию уже начали меня агитировать, но в это время все распалось, и уже в партию никто не вступал, а кто вступил, тот вступил. Ну, что, вернемся немножко назад, 94-й год, создание федерации шахмат города Краснодара, на тот период, кстати, как она называлась, правильно? Общественная организация Федерация шахмат города Краснодара. Ситуация такая, при коммунистах не поощрялось создание юридических организаций. То был председатель федерации, ну, как бы на бумаге. Да, Госпорткомитет знал, что есть такой человек, но сейчас это, говорится, без создания юридического лица. Да, вот, вроде все называли меня председателем Федерации шахмат, а Сафира создал свою федерацию краевую в 92-м году. Ширшков Николай Васильевич создал в 93-м. Мне Сафира ко мне подходит, говорит, сейчас времена изменились, надо создавать юридическую организацию. Ну, я говорю, давай, ну вот, мы вместе с ним, он тогда тоже был учредителем, мы создали юридическую организацию. А кто еще был учредителем? О, сейчас трудно вспомнить, там были многие, Когтев Игорь Викторович, но это наносит формальный характер, вот учредитель важен в финансовых, коммерческих организациях, а эти учредители, они потом как бы отпадают, это чистая формальность. Вот, цель и задачи были какие у федерации? Цель и задачи это развитие шахмат в муниципальном образовании город Коснодар. Сразу я пошел в госпоркомитет, ну, там меня уже знали, с артистом меня когда ходил, он меня уже там представлял. Ну, и вот, я сказал Мирошникову Анатолию Николаевичу как-то в шутку, что он при мне двенадцатый председатель госпоркомитета. Не в обиду, но он засмеялся, говорит, да, говорит, я еще помню, когда отец Александр был председателем госпоркомитета. Мы с вами были в юбилейном родине. И он удивился, говорит, да не может быть. Он что, был председателем госпоркомитета? Я говорю, ну, вот видите, вы какой он молодой. Он при мне партбилет на стол положил и сказал, что я ухожу строить, ну, настоятелем. так что он, посмеялся, двенадцатый, а сколько министров? Ну, я не помню, может шесть, может семь. Так что, есть что вспомнить. Но, честно говоря, желание не пропадает, то есть, как раз такой возраст, когда опыт есть, а силы еще, слава богу, есть. Поэтому, сейчас мы создаем программу шахмат. депутатов всех подключаем, это будет программа, которая объединяет спорт, шахматы в спорте, шахматы в культуре, шахматы в образовании. Немножко нам пандемия помешала, но уже депутаты начали перечислять деньги, и в каждом округе депутатском будет небольшой шахматный клуб. А на Красной, где администрация края, мы по выходным дням еще в прошлом году купили большую доску, мы планировали поставить шахматные столы, чтобы люди проходили и играли в шахматы. Но, к сожалению, пока это не удается сделать, но я надеюсь, что в будущем летом мы уже эту программу осуществим. Будет муниципальная целевая программа, и объединять будет, конечно, что прежде всего это шахматы в спорте, прежде всего это шахматы в образовании, и потом, когда это мы все сделаем, постараемся, чтобы мы были пилотным проектом во всем крае. Ну, у нас почти все уже готово, там штрихи. Депутаты знают, председатель Думы знает, осталось дождаться окончания пандемии, я буду выступать на Думе, и вот эту программу, проект буду вносить, и надеюсь, что у нас еще лучше шахматы будут в Краснодаре пропагандироваться. Игорь Семенович, но я все-таки вернусь немножко назад. У нас, в принципе, 90-е годы были достаточно активно шахматы, я их помню. Было много международных турниров, по-моему, даже чемпионат России проходил в Краснодаре, если не ошибаюсь. Кубок России. Кубок России. Кубок России проходил. Сан Саныч Сапфиров всегда им гордился. А потом настали нулевые. Что было в нулевых? Ну, что можно сказать? Тогда очень сильно помогали нам спонсоры, и сейчас. Вот тогда Роман Женетель очень финансово помогал в Краевой Федерации, и Аслан Газисович Бешуков помогал, и, конечно, активно Сапфиров с одной стороны, и то, что он нашел очень добрых меценатов, которые действительно помогали. Сапфиров тогда был исполнительным директором Федерации, если не ошибаюсь. Ну, он был исполнительным директором, президентом там формально были другие люди, но они такие представительские функции выполняли. Конечно. Шпербер, Шпербер, я помню. Ну, Шпербер, да, он немножко помогал, спасибо ему, конечно, но то, как помогал Женетель и как Аслан Газисович, конечно, тут не сравнить. Но помогал, как мог, да, Шпербер был Ну, конечно, все бразды правления, вся идеология исходила из Александра Александровича. Организатор очень сильный, умел людей вокруг себя сплотить. И, конечно, ему очень обязан, потому что он, я даже на похоронах когда был, я жене сказал, что во многом благодаря ему я вошел в этот шахматный мир. Он помогал, как старший судья, он меня учил всему, когда я был инструктор шахматного клуба. В общем, ему большое спасибо и вечная память. Поэтому он тоже очень большую роль сыграл в том, что я вот работаю в этой должности. Ну, тут, конечно, и, сами понимаете, в жизни всегда есть место случая. вот так сложилось, значит, так сложилось. Если быть паталистом, значит, вот так и должно было быть. Игорь Семенович, где-то в 2006-2007 году был переломный момент Федерации шахмат Краснодарского края. Правильно я понимаю? Вы имеете в виду что? Я имею в виду, когда у нас были скандалы. Я помню, даже мы Семенович Чернов вспоминали, что писали письма, жаловались, и тогда произошла смена руководства Федерации. Какой-то период, я не помню. Это какие годы? Это 2007-й год. К сожалению, человек так устроен, что он считает, что если все хорошо, то надо добиваться, чтобы было еще лучше. И, конечно, некоторые родители, не зная всю глубину, все сложности, но они не должны знать. Они, как и обыватели, им надо, чтобы все было хорошо. Ну, кто-то посчитал себя обиженным, у кого-то куда-то не командировали, хотя я считаю, что все было объективно. Ну, и объединились, и то ли от скуки, то ли не знаю от чего, пошли в бой. И, конечно, неприятная история в развитии шахмат, но это, вы правильно говорите, это история, какая-никакая. Да, было там и уголовные дела, там и жалобы, там года два-три все это продолжалось. И Александр Александрович, чтобы не подставлять Федерацию, тогда отошел и передал вразды правления Эртерию Анатолию Григорьевичу. Вот тогда это был где-то седьмой, 2007 год. Ну, к сожалению, Анатолий Григорьевич тоже умер, тоже царство небесное. Вот, вот, да, была такая заварушка, никому не нужно, и тогда очень неприятна была ситуация. Я там делал все, что мог, вроде потом погасили, но родители уж очень раззадорились, и вот, не знаю, что с ними случилось. Как шутку говорят, что я под хвост попал, мальчик был два раза чемпион России, но третий раз не получилось. Но это не значит, что виноват там Сафиров или еще кто-то. Ну, извините, два раза был, почему за это спасибо не говорите? Ну, что было, то было, Владимир Васильевич. И с 2007 года по 2012 год руководил Федерацией Анатолий Григорьевич Артель. Анатолий Григорьевич Артель, да, и вот в это время женетель тоже Роман Муратович помогал, но потом, когда он уже ушел из нефтяной промышленности в сити-центр, ну, к сожалению, сити-центр сейчас не дает никакого дохода. У нас там построили мега, в Адыгее мега-центр очень крупный и после этого уже перестали из Адыгеи приезжать сюда. И сейчас сити-центр, вот, детище Романа Муратовича, он один из основателей, но, к сожалению, не знаю, как он еще существует. И поэтому, конечно, так получилось, что вот потеряли мы двух спонсоров, ну, будем стараться, к сожалению, сейчас экономическая обстановка похожа, чем раньше была. Раньше было много банков, сейчас вообще, там, каждый банк мог помочь, там можно было обратиться, один турнир на приз одного банка, к сожалению, вот сейчас чуточку посложнее стало. Ну, проводим хозрасчетные турниры, там, коммерческие турниры, ну, будем, в общем, я думаю, с новым, вот, с вашей помощью, там, с новым президентом, Евгением Михайловичем, обдумывать, все-таки, привлекать спонсоров, хотя бы локально, таких крупных, конечно, трудно найти, как Аслан Газизович, как Роман Муратович, но времена меняются, надо жить в любые времена и развивать шахматы. Евгений Михайлович, ну, я в заключение что хочу сказать? Я, честно говоря, даже не помню, когда мы познакомились. Может быть, вы помните? Помню. Вы прилетели из Москвы, я вас встречал в аэропорту, по-моему, 2014 год. А когда я играл в шахматы в городе Краснодаре, мы не были знакомы. Я вас видел, у меня ученик был Погосян Самвел, вы с ним играли, Пашков Александр, Потапенко Денис, они все у меня занимались. Я вас помню, но я вас постарше, поэтому я-то вас помню как спортсмена. Вы там, в основном, вы с Сафировым общались. Да. Ну, я очень рад, что мы познакомились. Я, я могу сказать со своей стороны, вот за те последние пять лет, которые мы с вами активно работали, абсолютно конструктивно, ни разу меня не подвели, всегда были на передовой. У вас была конкретная задача, вы были первый вице-президент по взаимодействию с органами власти. Это взаимодействие было и с Министерством образования, и с Министерством спорта, мы и с Министерством труда в дальнейшем начали работать. Это большая сложная работа при всех нюансах, которые были. Я хочу сказать, что самые лучшие остались воспоминания от нашей активной работы. Я хочу вам пожелать и всем шахматистам города Краснодара успехов. Я хотел бы сказать, наверное, пару слов шахматистам города Краснодара, чтобы они больше вас ценили, потому что то, что вы делаете, вы истинный фанат шахмат, большой энтузиаст, меняетесь, у вас есть, и в том числе, интеллектуальный прогресс, это освоение IT-технологий. За последние годы мы с вами прошли этот путь. Не до конца, еще много надо. Но мы в пути, и все вместе это дает надежду, что шахматы в городе Краснодаре будут удачей развиваться. Большое спасибо за беседу. Я думаю, еще будем беседовать. У нас есть о чем разговаривать, а сейчас бы я хотел закончить и пожелать вам здоровья. Спасибо, Владимир Васильевич, за высокую оценку. Я думаю, она немножко завышенная, потому что я всегда стараюсь быть самокритичным, иначе не будет прогресса. Были недостатки, были недоработки, но спасибо, что вы к этому с пониманием относились, и будем стараться работать чем лучше. Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok